Конечно, всем хочется поддержать Украину, его борьбу за свою независимость, за свою страну. Это все нормальное чувство людей. Страшная война в Европе, просто невероятно, конечно, что происходит. И, конечно, факт, что до сих пор это все не кончилось, вызывает самые серьезные чувства. Но что делать? Такая вот ситуация. Но значит ли то, что вот когда у нас такая война, такая борьба, что мы не должны говорить правду, что мы должны нести какие-то мифы, врать и думать, что это помогает Украине? Я думаю, что вот именно это и есть ошибка. Но сумели убедить огромное количество людей, конечно, в мире и Европе, что в Украине все хорошо. Она борется с Россией, и как бы все нормально, так сказать. Там Украина то ли побеждает, то ли там выстоит, то ли там что-то такое. Но, конечно же, мы понимаем суть этой пропаганды, которая шла из Киева. Конечно, прямо скажем так, низкокачественная пропаганда. Сами украинские журналисты, конечно, там не воспринимали, конечно, ни одного слова, что приходило из офиса президента. Потому что они знали, что это не является информацией или сообщением, которые опираются на факты. Это просто такая лабуда пропагандистская. Суть этого пропаганды понятна, что ситуация, конечно, была сложнейшая. Надо поднять дух населения, чтобы она боролась против российского агрессора. И если мы будем говорить правду, то дух падает, и мы не получаем этого результата, что нам надо. Что касается мобилизации населения против российского агрессора. И вторая, конечно, вещь, что мы должны показать, что мы успешны в борьбе против российского агрессора. Потому что тогда Запад больше хочет нас поддержать. Потому что изначально там же говорили, что два дня, икра Украина сдается. Это как бы цели такой, но прямо скажем, не очень умной пропаганды, которую Украина очень долго вела. Но вот видите, конечно же, все это можно понять. И это тоже имеет место, что у вас военная пропаганда. Это всегда военные действия были, чтобы население было патриотично настроено, верило. И что можно было продолжать борьбу против конкретного агрессора. Вот мы говорим о России. Но тем не менее, иногда пропаганда делает медвежью услугу, и все превращается как бы тыкву. Все как бы наоборот получается. Вначале мы убеждаем весь мир, что вот мы боремся, все хорошо. А потом оказывается, что все не так, что все очень плохо. Но они уже привыкли, что вам там все, вы поборетесь, все нормально. И что вам еще нужно. Ну и население, конечно, там, собственно, тоже поверит в все это. Хотя помпят и так далее, но поверят. И неожиданно это желание еще добавить борьбы исчезает. Так что, ну, можно много здесь обсуждать по поводу этих, как бы, дел. Но пропаганда, она вот такая есть, что она все-таки проститутка. И вы все-таки не получаете такую прекрасную любовь, как вы надеетесь. Да, конечно, нынешняя ситуация, люди, как бы, удивляются, потому что, как бы, что российская армия стала лучше. Конечно, не стала лучше. Просто были определенные усилия, концентрированные на каких-то конкретных участках фронта. Конечно, военная организация России лучше, чем у Украины. Это тоже было, очевидно, уже перед войной. Ну, и, конечно, в связи с этим, там, что-то они имеют, там, что-то они, там, завивали в этом Донбассе. Конечно, тяжелая, конечно, ситуация. Разговоры о том, что украинские какие-то войска, так сказать, уходят из своей позиции. Потому что читают, что, как бы, они превращаются просто в это пушечное мясо. Как бы, всех, как бы, убивают без всякой, как бы, пользы. Что где-то там не хватает оружия и так далее, снаряжения, там, какая-то там, снарядов, что угодно, так сказать. Это, конечно, есть. Тоже есть. Вы не можете держать на фронте, там, месяцами, целые полгода какие-то войска. Но, все-таки, нужна какая-то ротация. И вопрос, конечно, о том, есть ли у вас эти силы, чтобы провести ротацию или нет. Но, прямо, скажем, можно делать какие-то другие движения. Ну, скажем, нанимать наемников за большие деньги. И это можно, конечно, делать. И, в общем-то, западная помощь, которая идет, на самом деле, и позволяет это делать, если было бы очень волчевое желание. Нанимники, конечно, и есть в Украине. Олигархи, наверняка, там платят и добровольцы идут. Так что они тоже там, конечно, есть. Но ситуация, конечно, очень сложная. И картина военная, которая там рисуют, совсем другая, чем в этих пропагандистских рассказах. Очень тяжелая ситуация. Я бы сказал, что вот критический момент, конечно, мы видим, что организационный центр, который должна была находиться в Киеве, не сработала. Просто в Киеве администрация президента занималась, главным образом, личным пиаром, а не организацией военного дела. И это как бы и есть, почему это так выглядит. Это именно поэтому вы видите огромные статьи «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Посты», где явно информация идет из разведок Америки, конечно, и там огромное какое-то недовольство Зеленским и его действиями. Но, видите, все как бы расшуждают там. Было видно, что сейчас будет трудно. Что и войска слишком долго были на позиции, и там какие-то организационные проблемы. Сейчас будет трудно. И тут Зеленский говорит, что нет, буду вести бесконечную войну, переговоры с Россией заверну и так далее. Ну, такие разговоры. Но, конечно же, нет никакого сомнения, что Путин все это хотел. Он же хотел войну продолжать. Но тут Зеленский и помогал ему в этом. И, конечно, это не значит, что там эти переговоры были бы и так далее. Это было бы тоже так наивно думать. Но пропагандистка в фронте вот так получилась. Но, конечно, западные союзники, смотря на эту ситуацию, и забеспокоились все этого. Мы можем там критиковать этого Макрона, сколько хотим за их странное поведение и предательство. Но, тем не менее, конечно, их подталкивает и реальная ситуация самой Украины. Огромная коррупция, воровство военного имущества, непонятно, куда и где делись деньги, которые Запад дал, ну и так далее и тому подобное. Там таких разговоров, как бы претензий, как бы всегда вот во время такой войны, конечно, они есть. И есть, конечно, какие-то факты, но сама киевское руководство признало, что все-таки воруют это западное оружие там. Но, честно говоря, ничего нового. Вы помните, там в 2019 году вовы каких-то людей взяли тоже с обвинением, что там они что-то там украли из западного вооружения. Но понятно, что вот вся эта, как бы все эти обстоятельства, они очень сложны. Украина сложное общество, как бы властвует просто невероятная коррупция, конечно же, и во время войны. И приходят, как бы, самые невероятные сообщения, которые, конечно, я подчеркнул, что я попытаюсь передать только правдивые факты, которые подтверждены. Скажем, где-то в Одессе там есть вооруженные люди, которые сам себе, как бы, все и купили, и сделали. Там людей-то нету, особенно в Одессе, чтобы защищать все это. А их вот тут и разогнали. Конечно же, американцы, которые на месте имеют огромную агентуру, узная о таких фактах, просто, как бы, поражены. Что это такое? У вас и так людей нету. Вы еще разогнали какие-то там части, потому что почему-то там вам они не нравились. Но, конечно же, можно бесконечно продолжать, как бы, вот эти все трудности, которые Украина, как бы, соприкасаются в ходе этой, как бы, российской агрессии. Просто ныне ситуация стала, но если не угрожающая, конечно, то, как бы, очень плохо стало, конечно. Плохо стало, конечно. Уже идет разговор, что Россия там хочет взять всю Запорожскую область, как бы, и так далее, то подобное. И, конечно, мы не знаем, что еще будет дальше. Конечно, вопрос в том, будет ли Запад там давать вооружение, это важный вопрос, конечно, потому что это, как бы, обязательно надо, как бы, добиться, что Запад это сделал. Но вопрос сразу и люди, кто же, как бы, там будет этим вооружением, там, как бы, командовать, и где берут люди, которые, там, могут, там, что-то с вооружением делать. Это все, как бы, сложный, как бы, вопрос. Это не простые, как бы, вопросы, потому что война идет, теперь более 120 дней еще там, как бы, и, конечно, есть усталость населения, и все, как бы, есть. Все это накапливается. И Путин, конечно, только радуется, что вот он сумел тянуть с войной. И, конечно, как там все время было, что Геббельс ворвался там Гитлеру с сообщением, что Рузвельт умер. Теперь все будет по-другому. Там, ну, представляете себе, что там ворвется там Песков Путину и говорит, Сушкевич умер. Теперь все будет по-другому. Но нет, именно такая ситуация Кремле и есть. Путин надеется на чудо. Он надеется, что все переменится. Сейчас все устают, как бы, все там развалится. Вы уже слышали там сообщение Дмитрия Анатольевича, который так и говорит, что два года еще, и Украина, как государство, не будет. Вот какие настроения Кремле. И, конечно, не надо помогать этим настроениям. Несмотря на все сложности, конечно, которые сейчас есть у Украины, надо продолжать борьбу, не сдаваться, конечно, и наладить все-таки нормальные отношения какими-то с западными странами, чтобы получить и вооружение, и, конечно же, там слушать, что они там тоже говорят, там делать какие-то хотя бы дела, движения, что они видели, что Украина активна и на фронте переговоров. Именно это. Это, конечно же, дипломатия. Но что вы можете с этим Макроном и Шольцем делать? Ну вот у Макрона там 19-го будут еще второй тур парламентских выборов. И, конечно, понятно, что в голове этого человека это и есть, конечно. И 1-го июля заканчивается его президентура, конечно, на Европейском Союзе. Но хорошо. Еще раз говорю, что, конечно, хорошо бы было все-таки отношения получше. То, что там в Киеве стали упражняться в том, чтобы как быстрее высказаться по поводу этих западных деятелей, оскорбить. Но это не очень умная, конечно, деятельность. Это не давление, а просто какая-то глупость. Но вы должны понять, что время прошло и интерес западной СМИ резко упал. Давление на западных лидерах тоже стало меньше. Конечно, есть страны, которые борются до сих пор, которые активно поддерживают Украину и давят всех в фронтах по поводу этого дела. Но, тем не менее, мы живем в реальном мире есть какие-то объективные факторы. И то, что нужно и другими там западными государственными деятелями крупных стран там себя, как бы, их продать и себя, и с ним договариваться, это как бы абсолютно нормальная практика. Но здесь есть всегда, когда я это все говорю, есть всегда такое обвинение, что вот, там, что вы говорите, там, надо поддерживать Украину. Но мы все поддерживаем Украину. Но как это делать, если люди даже не понимают, что происходит, если они не дают себе отчет реальной ситуации, что происходит. Мне кажется, что все-таки это ведет к тому, что у людей фантазии. И вместо того, чтобы поддержать Украину, все, идет песок. Просто одни слова. Потому что реальная ситуация, они не знают на месте, которое там есть. Поэтому, конечно, вот, реалистичная оценка ситуации, что складывается. и от этого, что нужно делать, чтобы вот Украина все-таки выстояла этой, как бы, невероятно, конечно, чудовищной войне центра, как бы, Европы. И чтобы остановить агрессор, конечно, агрессор проиграл. Надо много работать еще. И я надеюсь, что и наши украинские друзья, патриоты все делают для этого. И, конечно, надеем, что и западная демократическая сообщество все-таки продолжает давить на западных лидеров, чтобы помощь Украине продолжала. Вы смотрите АРУ-ТВ АРУ-ТВ АРУ-ТВ